Ас-саляму алейкум арахматуллахи ва баракату, братья и сёстры. Вы очень многие слышали о благодарности в исламе. Благодарность, чувство благодарности, признательность, выражение, высказывание слов благодарности — это неотъемлемая важная черта мусульманина. И Всевышний Аллах из Своих рабов ненавидит и презирает неблагодарных. И сегодня я хочу остановиться, рассказать именно о нашей благодарности друг к другу. Мы многие слышали о благодарности Всевышнему Аллаху, о шукре Всевышнему Аллаху. Но, однако, нельзя забывать о том, что благодарность Всевышнему Аллаху невозможна без нашей благодарности друг к другу. В хадисе посланника Аллаха приводится. Приводится, Абу Саид, разъя Аллаху, говорит, что посланник Аллаха, саляма, сказал, «Ман лам яшкурин насалям, яшкурил Лаха». Тот, кто не благодарен людям, он не благодарен Всевышнему Аллаху. А также в другом хадисе посланник Аллаха, саляма, говорит, «Инна ашкараннаси лилляхи, ашкарухум линнаси». Самые из вас благодарные, наиблагодарные Всевышнему Аллаху, это те, кто более благодарен, наиболее благодарен людям. И когда в интернете я изучал тему о благодарности, я был очень удивлен тем, что я обнаружил огромное количество статей ученых университетов Гарварда и других западных университетов, ученых-психологов, посвятили, оказывается, огромное большое внимание теме благодарности. И считают благодарность, человеческую благодарность, крайне необходимым качеством для каждого человека, для того, чтобы он был счастливым, для того, чтобы он радовался жизни, для того, чтобы он наслаждался успехом в своих делах, рассказывают очень много о благодарности. И вообще, все то, что нам, братья и сестры, Всевышний Аллах в своем священном Куране и посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, в своих хадисах нам предлагает, это все подтверждается современными учеными. Они приходят в результате долгого, изнурительного, научного труда или же жизненного опыта к тому, что та или иная вещь является очень полезной для человека, когда как об этом мы находим в священном Куране и в хадисах посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, уже преподнесенным для нас, мусульман, на блюдечке. Что такое благодарность мусульманина? Это, в первую очередь, чувство его признательности ко всем людям, которые ему оказали какую-нибудь услугу, начиная со своих родителей. Аллах в священном Куране говорит, «Азу билляхи мин ас-шайтанир-раджим, а не шкур лилляхи». Он призывает быть благодарными Аллаху, ва-ли-лю-а-ли-дайне и родителям. Если вы представите, если каждый из нас представит после, перед сном, когда у него будет немного свободного времени, подумает, начиная с раннего утра, сколько было случаев, которые бы заслуживали его благодарности, сколько его коллег, людей, которые встретились, ему по пути, и просто радушно улыбнулись ему. Людей, которые по работе ему что-то подсказали, да и все то, с чем ты утром проснулся, благодаря Всевышнему Аллаху, со своим здоровьем, зрением, поводов быть благодарным гораздо больше, чем нежели быть недовольным. Поэтому, дорогие братья, нам сегодня крайне не хватает слов благодарности в адрес друг друга, в адрес своей супруги, с которой мы чаще всего проводим время, и которое, наверное, после наших родителей, после матери, больше всего для нас делает. И вообще нам пора стать намного благодарными. И я очень удивился тому, когда нашел в статьях психологов, где они перечисляют более десяти польз благодарности. Каким образом нужно проявлять благодарность? В первую очередь, нужно постараться ответить соответствующим образом, если нам какой-нибудь человек оказал помощь, поддержку, подсказал, оказал любую нам услугу. Или хотя бы высказать это словами. А это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, об этом нам подсказывает и говорит. Посланник Аллаха говорит, «Ман суни'а илейхи ма'руфун фа кааля лисахибихи». Кому бы из вас не будет оказана, проявлена доброта, и он в ответ скажет, «Джазак Аллаху хайран» «Да воздаст тебе Аллах благом», «Да воздаст тебе Аллах добром». Можно это сказать и на русском языке, можно сказать и на арабском языке, слова «Джазак Аллаху хайран». Если в адрес женского пола сказать «Джазакилляху хайран», посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Фа кады аблява фи сана». Этот человек преуспел в благодарности. Скажи, «Да воздаст тебе Аллах благом», «Ты преуспел в благодарности», говорит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И в этом есть огромная польза для нас. Вот о пользе, которая приносит для нас благодарность, быть благодарными, выражение слов признательности друг другу, я бы хотел привести из одной статьи, на которую я наткнулся в интернете. Вы сами попробуйте, забейте в поисковике слова «благодарность». Вы найдете огромное количество статей, которые рассказывают о чрезвычайно высокой пользе благодарности. Один из ученых приводит статью со слов Опра Уинфри. Он говорит, лучшее, что вы можете сделать, чтобы изменить свою жизнь уже сегодня, стать благодарными за все то, что у вас есть прямо сейчас. И статья, конечно, очень большая, в которой приводятся чуть ли не нейрологические пользы благодарности, не говоря уже о других физических пользах благодарности. И вот давайте коротко пройдемся. Польза благодарности. Вот исследования подтверждают, что практика благодарности несет целый ряд преимуществ для благополучной, здоровой жизни человека. То есть благодарность улучшает качество нашей жизни, дорогие братья. Первое, улучшает общее благополучие и удовлетворенность жизнью, чего намного не хватает. Улучшает взаимоотношения с людьми. Окружающие находят благодарных людей более приятными в общении и более открытыми. Благодарные люди охотнее прощают других и менее невротичны. Выражение благодарности освобождает вас от вины, которую вы могли бы почувствовать, не поблагодарив человека, и способствует искреннему сердечному взаимодействию, которое может действительно укрепить ваши отношения. Третье, делает нас счастливее. В одном из исследований людей попросили написать письмо благодарности и доставить это письмо адресату лично. И сразу после задания их уровень счастья и удовлетворенности жизнью резко вырос и оставался высоким до двух месяцев. Представляете? В стремлении к счастью и удовлетворенности жизнью благодарность показывает прямой и длительный эффект. Чем больше благодарности мы испытываем, тем счастливее будет наша жизнь. Следующая польза. Укрепляет самоконтроль. Простые упражнения благодарности помогут контролировать себя в ситуациях с негативными последствиями для физического и финансового благополучия. Представляете, у психологов есть целый ряд тренингов по практикованию благодарности. Как это замечательно. Ведь мы, мусульмане, должны быть в благодарности образцом и эталоном. Пятая польза. Улучшает физическое и ментальное здоровье. Улучшает качество сна и время для засыпания. Увеличивает его продолжительность. Может помочь вам при бессоннице. Увеличивает нашу заботу о собственном здоровье. Снижает уровень стресса. Понижает уровень стресса кортизола. Уменьшает симптомы депрессии. И снижает уровень тревожности. Способствует нашему успеху в карьере. Практика благодарности помогает нам принимать решения. Делает нас работоспособными. И последнее. Способствует личностному развитию для нас. И в подтверждение я хочу привести аят священного Корана. Где Аллаху Та'аля Аззава Джалля говорит. Аглыбиллахи минаш шейтанирраджим. Ва ман яшкур, фа инна ма яшкуру линавси. Воистину тот, кто благодарен, он благодарен самому себе. То есть польза благодарности в первую очередь будет ему самому. И таких статей очень много. Это одна лишь статья из сотен, а может быть и тысяч статей, которые говорят, раскрывают суть и пользу благодарности. И вообще, мы, хвала Всевышнему Аллаху, носители совершенной религии, совершенной книги, совершенной системы нравственных ценностей. Да поможет нам Всевышний Аллах быть благодарными. Ва саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.